Небоскребы стали строить когда-то из желания сэкономить стремительно дорожавшую землю. Сейчас это соображение давно не является решающим. Сверхвысокие здания в наши дни воздвигаются иной целью – показать богатство, мощь и амбиции. Однако, будь гонка небоскребов хоть тысячу раз ярмаркой тщеславия, их возведение не перестанет быть сложнейшей инженерной проблемой. Когда рассказывают об очередном рекордно высоком сооружении, обычно говорят о том, что вздымается над землей, о высоте, количестве этажей, лифтов, о смотровых площадках, с которых видно полмира, и о том, например, как доставить воду на 100 какой-нибудь этаж, чтобы водопровод при этом не разорвало от огромного давления в трубах. Меньше говорят о подземной части, хотя вопрос о том, как гигантские, почти километровые иглы, вроде построенной бурж-халифа, держатся в грунте, весьма интересен. Тысячелетняя история строительства написана кровью. И здесь еще больший и больший запас закладывается проектировщикам. При проектировании этих зданий, возведении этих зданий ведется очень жесткий контроль. Именно поэтому они не падают. Кроме того, они рассчитаны на неимоверные нагрузки, вероятность которых столь мала, сколь может одновременно произойти, скажем так, землетрясение и каштовый провал. Одновременно. То есть раз в тысячу лет, скажем так. Но, тем не менее, мы должны это учитывать. В России высотные здания – неотъемлемая часть престижности. Например, Москва-Сити – огромный комплекс, являющийся центром деловой жизни Москвы. 14 комплексов, 21 небоскреб, из которых 8 – жилые башни. В Санкт-Петербурге – Лахта-центр, самый северный небоскреб. Самое высокое здание в России и Европе, в котором располагается штаб-квартира «Газпрома». Высота его шпиля – 462 метра. Как же здание такой высоты может быть устойчивым, располагаясь на побережье Финского залива? Выяснилось, что слабые грунты составляют только верхний слой. Под ним залегает венский горизонт – это древнейшие глины, которым от 500 до 600 миллионов лет. Прочные, как скальный грунт или бетон, эти глины являются отличной опорой для небоскреба. Но добраться до них непросто – на пути устроительной техники отложения ледникового периода в виде гигантских валунов и песчаных супесей с гравием. Комплекс исследований, проведенные расчеты и натурные испытания стали основой для создания конструкции Лахта-центра. Его двухэтажный фундамент вошел в Книгу рекордов Гиннеса, а подземная стена достигла высоты десятиэтажного здания. Малоэтажное здание имеет мелкозаглубленный фундамент, то высотное здание имеет два, три, иногда и больше, количество этажей, включая технические. Кроме того, оно может располагаться на достаточно длинных свайных основаниях, то есть длинных сваях. Современные технологии могут позволить заглубить здание, пожалуй, на 75 метров вниз. Именно поэтому они не падают. По словам эксперта, небоскребы не падают благодаря ядру жесткости, которая позволяет зданию безопасно эксплуатироваться. Для качественной постройки высотных зданий соблюдается множество нормативных документов, учитываются все нюансы сейсмики региона и множество других важнейших факторов. Даже для сейсмически устойчивого Татарстана высотные здания должны быть рассчитаны на 7 баллов и выше по шкале сейсмической активности. Элина Александрова, Резида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости.